Другим темам. Подогнать выводы доклада под удобную для себя версию. Так в Росавиации оценили данные голландской стороны о катастрофе малазийского Боинга в небе над Донбассом летом 2014 года. В Росавиации особо отмечают. Голландская комиссия по какой-то причине игнорирует факты и доказательства, которые представлены российской стороной. И многие аспекты этого доклада вызывают большие сомнения. Что именно в Росавиации считают несоответствующим истине? В репортаже Тимура Сиразиева. Результаты расследования голландской стороны изучали три месяца. В ходе анализа, как сказано в письме, установлены факты, которые доказывают сведения из окончательного отчета, необоснованные и недостоверные. Окончательный отчет, который был представлен, показал лишний раз о том, что задача комиссии стояла все подогнать под уже озвученную и представленную версию, а не объективно расследовать причины крушения воздушного судна. Один из главных выводов голландцев связан с тем, из какого орудия и какой ракеты был сбит «Боинг». Ирландский совет по безопасности делает вывод, что MH17 был сбит боевой частью 9Н314М ракеты серии 9М38, входящей в комплект вооружения ЗРК «Бук». В октябре производитель «Буков» корпорации «Алмаз-Антей» пошла на беспрецедентный шаг и провела натурные испытания. Как выглядело бы, если бы в «Боинг» попала ракета с боевой частью 9Н314М, про которую и написано в голландском отчете. Она начинена поражающими элементами в виде двутавров. Их также называют бабочками. Российские специалисты установили, характеристики осколков и пробоин на фрагментах малазийского самолета не соответствуют характеристикам, которые образуются при взрыве такой боевой части. Осколков в виде двутавров должно быть более тысячи. Голландцы нашли лишь несколько. Очень странно, что на протяжении этого расследования количество этих элементов менялось. То говорили три, то два. Где они были обнаружены, мы также, скажем так, не увидели документально. Один, как нам было сказано, найден в кабине пилотов, изъят из кабины пилотов. Когда мы попросили предоставить нам материалы изъятия, как это должно быть сделано, запротоколировано, сфотографировано, у них это сделано в отношении многих других поражающих элементов, которые они нашли в воздушном судне. В отношении двутавров ничего этого не сделано. Двутавры оставляют вот такие характерные пробоины. Но на кабине малазийского Боинга, она слева, нет ни одной пробоины в виде бабочки. Зато справа, на снимке кабины самолета, которые обстреляли во время эксперимента, таких отверстий множество. Доказательством недостоверности сведений, изложенных в отчете, российские специалисты называют и странные изменения массы, якобы найденного на месте крушения осколка. Несмотря на то, что в присутствии всей комиссии это было сфотографировано, и поражающий элемент был взвешен, и весил он 5,6 грамма, в окончательном отчете он почему-то представлен весом уже 6,1 грамм. Для нас это тоже было удивительно, это, в общем-то, прямая фальсификация фактов. Вес осколка голландцы увеличили осознанно, считают эксперты. До попадания в цель вес двутавра около 8 граммов. В ходе натурного испытания и моделирования российские эксперты установили, при поражении самолета элемент теряет 10%, то есть вес найденного осколка должен быть около 7 граммов, но никак не 5, как изначально заявляли специалисты из Нидерландов. Нельзя, наверное, полностью исключать возможность того, что какие-то части ракеты или осколки были подброшены на место события, или подброшены потом в доказательную базу при проведении расследования. Кто знает? Ведь расследование началось далеко не сразу. Несколько месяцев ополченцы приглашали расследователей, но группа не торопилась. Может быть, это было сделано специально для того, чтобы потом иметь возможность обвинять ополченцев. На оглашении результатов расследования голландцы показали вот эти три фотографии. На них, по версии Нидерландов, обломки ракеты серии 9М38, найденные на месте крушения Боинга. Как следует из письма Росавиации, за два месяца до окончания расследования голландцы предъявляли российской стороне не три, а пять фотографий. Среди них была и часть корпуса третьего отсека ракеты. На ней нет существенных повреждений. А натурные испытания «Алмаз-Антея» доказывают, при взрыве третий отсек ракеты должен быть серьезно поврежден. Сохранность и отсутствие следов взрывной деформации на корпусе третьего отсека, якобы найденного рядом с обломками Боинг-777, указывает на то, что он наиболее вероятно не принадлежит ракете, воздействие которой привело к катастрофе самолета. Возможно, именно поэтому в окончательном отчете голландца фрагмент третьего отсека вовсе не упоминается. Российские специалисты проанализировали и траекторию полета, по которой по версии Нидерландов летела ракета, а также угол и расстояние ее взрыва от самолета. Сведения, представленные в голландском отчете, противоречат данным испытаний и основным характеристикам ракеты. А значит, тип ракеты указан неверно, считают специалисты. В последнем акте, как сегодня Олег Старчевой объявил, даже не указана дальность взрыва. Они указывали одну дальность, потом уменьшали ее, а теперь вообще не указали. Это говорит о том, что эта комиссия пользуется какими-то дворовыми и уличными данными. Россия не раз предлагала результаты своих исследований голландцам, но выводы наших специалистов не были учтены. Хотя, исходя из разлета осколков, российские специалисты точно определили, откуда была запущена ракета. Со стороны населенного пункта Зарощенское, который находился под контролем украинских военных. Однако в документе голландской стороны место пуска ракеты указано в виде района площадью в 320 квадратных километров. Как считает Олег Старчевой, это связано с тем, что сразу после трагедии на Западе назвали виновников катастрофы и место запуска ракеты. А Нидерланды, невзирая на факты, должны были лишь подтвердить эту версию. В Голландии утверждают, что Боинг сбит боевой частью 9Н314М. Это боеголовка нового образца от модифицированной ракеты комплекса БУК-М1, который стоит на вооружении России. Из доклада следует, что боевая часть была установлена на ракету серии 9М38. Это устаревшая модель, оставшаяся только на вооружении Украины. В этой боеголовке поражающие элементы в виде прямоугольника. Если учесть, что на кабине малазийского Боинга отверстия по своей форме похожи на пробой на таких прямоугольников, становится понятно, зачем голландцы пошли на столь явный подлог. Невозможно новую боевую часть установить на старый тип ракеты. Это невозможно технически и организационно. Поэтому все эти нестыковки, о которых мы говорим, они как раз и привлекли внимание Росавиации. Собственно, письмо, которое направлено в Нидерланды, оно говорит об этих нестыковках. И мы еще раз последовательно напоминаем в совершенно открытом гласном режиме о том, что расследование идет неправильно. Мы объективно доказывали, что изначальная версия о новой модификации ракеты БУК М1, она не может прилететь к самолету под таким углом. Имея специфику работы, скажем так, пускового механизма. Тогда голландская сторона уже начала заниматься тем, что ракета стала комбинированной. Потому что им надо было подогнать все под те якобы найденные элементы. Трагедии могло и не быть, считают эксперты, если бы Украина следовала международным нормам и полностью закрыла свое воздушное пространство сразу после начала вооруженного конфликта. В письме Олег Старчевой указывает на тот факт, что комиссия по расследованию не объективно оценила степень вины Украины. Согласно заключению российских специалистов, Киев грубо нарушил обязательные для всех правила Международной организации гражданской авиации, сокращенно ИКАО. Правительство той страны, на территории которой ведутся боевые действия, обязано закрыть воздушное пространство. Кроме того, навести порядок, ну попросту говоря, в наземной инфраструктуре. Как раз украинская сторона игнорировала полностью эти требования. Еще одним важным тейсом письма является заключение российской стороны о необоснованности заявлений о вероятном присутствии на востоке Украины тяжелых средств ПВО, неподконтрольных Киеву. На основании установленных фактов Россия требует от Голландии переписать отчет о причинах крушения Боинга. Правда, до сих пор все письма из Москвы в Амстердаме игнорировали. Тимур Сиразиев, Наталья Голубь, Дмитрий Синицын, Нина Эшба, Первый канал.